Библейский портал экзегет.ру представляет Вторая глава третьей книги Ездра, неканонической вообще данной в приложении к Ветхому Завету. Читаю русский синодальный перевод для библейского портала экзегет. И вторая глава продолжает первую, довольно логично, но в этой книге будет так не всегда. А третья вторую не продолжает. А первые две главы это такое, скорее, предисловие, пророчество Ездры о том, как Израиль отвергнут Богом. Что, опять-таки, для Ветхого Завета совершенно не характерно, но очень созвучно некоторым толкованием Нового Завета. Так говорит Господь. Я вывел народ сей из работы, дал им повеление через рабов моих пророков, которых они не захотели слушать, но отвергли мои советы. То есть, исход из Египта и вот пророки, которые Господь посылал к израильтянам. Мать, которая родила им, говорит им, идите, дети, ибо я вдова и оставлена. Я воспитала вас с радостью и отпустила с плачем и горестью, потому что вы согрешали пред Господом Богом и сделали злое пред Ним. Ныне же что сделаю для вас? Я вдова и оставлена. Идите, дети, и просите у Господа милости. Кто же эта вдова, которая их родила? Ну, может быть, Иерусалим. Да, вот у апостола Павла есть эта аллегория «Иерусалим земной и небесный». Земной Иерусалим – слово «город» по-еврейски, по-гречески женского рода, поэтому город – это скорее женщина, вдова, чем мужчина. Почему она оставлена? Ну, то есть, часто этот союз Господа со своим народом понимается как аналогия брака, аллегория брака, если хотите, брак – аллегория этого союза. И вот здесь этот союз расторгнут, да, то есть, некий развод произошел. «Тебя, отче, призываю вы, свидетели, на мать сыновей, которые не захотели хранить заветы моего». Ну, соответственно, вот, дети этого земного Иерусалима, как Павел сказал бы, иудеи. «Предай их по срамлению, мать их на расхищение, чтобы не было рода их. Пусть рассеются имена их по народам и сгладятся от земли, ибо они презрели завет мой». А дальше обычная для ветхозаветных пророков вещь – упоминание других народов, но здесь это очень-очень кратко. «Горе тебе, ассур, то есть, ассири, скрывающий у тебя нечестивых, род лукавый. Вспомни, что я сделал Содому и Гаморе, земля их лежит в смоляных глыбах и холмах пепельных. Так поступлю я с теми, которые меня не слушались, говорит Господь Сидержитель». Ну и, собственно, все, а дальше он опять переходит к Израилю. «Так говорит Господь Кьездре, возвести народу моему, что я дам им царство Иерусалимское, которое обещал Израилю, и приму славу от них и дам им обители вечные, которые приготовил для них. Древо жизни будет для них мастью благовонной, не будут изнуряемы трудом и не изнемогут». Не очень понятно, о ком это конкретно. Об ассирийцах? Вряд ли, потому что только что они дурные слова. Об израильтянах? Да нет, потому что дал им царство Иерусалимское, которое обещало Израилю. То есть, не Израиль, а они. Кто эти они? Вот, наверное, те, кто придут. Тут тоже такой явный шов про другие народы, которые придут к Богу и заменят израильтян, утративших это родство, этот союз с Богом. Древо жизни, что это? Не очень понятно. Кто-то увидит здесь аналогию с крестом, гораздо яснее, конечно, аналогия с древом жизни, которое в Эдемском саду. И вот здесь они как бы допускаются, вот этот Эдемский сад. «Идите и получите, просите себе дней малых, дабы они не замедлили, уже готовы для вас царство, бодрствуйте. Свидетельствуй небо и земле, або я стер зло и сотворил доброе. Живу я, говорит Господь». То есть, речь идет о каком-то вот конце истории, да, когда зло будет побеждено, уничтожено и добро окончательно воцарится. «Мать, обними сыновей твоих, воспитывай их с радостью, как голубица, укрепляй ноги их, ибо я избрал себя, говорит Господь». «И воскрешу мертвых от местных, и из гробов выведу их, потому что я опознал имя мое в Израиле». Вот это не просто триумф какого-то другого народа, это победа уже и над смертью, уже воскресение. «Не бойся, мать сынов, або я избрал тебя, говорит Господь. Я пошлю тебя в помощь рабов моих Исаии и Ремею, по совету которых я осветил и приготовил тебе двенадцать деревьев, обремененных различными плодами и столько же источников, текущих молоком и медом, из семь гор, величайших, произращивающих розу и лилию, через которые исполню радость у сынов твоих». «Некоторые аллегории, да, вот здесь горы, деревья с плодами чудесными, источники, ну то, что людям хочется иметь, да, какой-то участок земли с плодовитыми деревьями, с источниками даже не воды, а молока и меда, то есть прямо вот можно питаться от этих источников. Но есть некоторые условия, при котором это может произойти. «Оправдай вдову, дай суд бедному, помоги нищему, защити сироту, одень нагово, а расслабленным и немощным попекись, над хромым не смейся, безруково защити, и слепого приведи к видню света моего, старца и юношу в твоих стенах сохрани, мертвого где найдешь, запечатлев, предай гробу, я дам тебе первое место в моем воскресении. «Отдыхай и покойся, народ мой, ибо придет покой твой». Вот тоже, о чем конкретно идет речь. Ну, а социальной справедливости, которая понимается как непременно условие праведности, одновременно какое-то обещание «отдыхай и покойся, ибо придет покой». «Корми сынов твоих, добрая кормилица, укрепляй ноги их. Из рабов, которых я дал тебе, никто да не погибнет, ибо я взыщу их от себя, не ослабевай». «Когда придет день печали и тесноты, другие будут плакать и сокрушаться, а ты будешь весела и изобильна. Язычники будут завидовать себе, но ничего против тебя сделать не могут, говорит Господь. Руки мои покроют тебя, чтобы сыны твои не видели гиены». А что значит, чтобы сыны твои не видели гиены? Чтобы они не умерли или чтобы после смерти они не попали в какое-то место мучений? Вот книга довольно загадочная. Она специально, наверное, обыгрывает какие-то вещи, которые мы однозначно не можем определить. Вот загадки, да, и мы понимаем только одно, что в сочетании с тем, что сказано в первой главе, место израильтян занимают какие-то другие народы, которые на самом деле становятся участниками этого завета с Богом. «Утешайся, мать, с сынами твоими, ибо я спасу тебя. Помни о сынах твоих почивающих, я выведу их от краев земли и окажу им милость, ибо я милостив, говорит Господь тебе житель. Обними детей твоих, доколе я приду и сделаю им милость, ибо источники мои обильны, и благодать моя не оскудеет». Ну и вот здесь Господь как раз говорит о том, что эта мать получит новых сынов, но вот так он здесь расплывчато, вот эти сыны израильтяне, которые уже тут не сыны, и какие-то другие, которые потом придут. «Я, Ездра, получил на горе Ориф повеление от Господа идти к Израилю. Когда я пришел к ним, они отвергли меня и презрели заповедь Господню. Посему вам, говорю, язычники, которые можете слышать и понимать, ожидайте пастыря вашего, он даст вам покой вечный, ибо близко тот, который придет в скончание века». Вот пророчество тоже явно о конце времен, и, собственно, эта книга к нему все и приводит. «Будьте готовы к воздаению царства, ибо свет не мерцающего сияет вам на вечное время. Избегайте тени века сего, примите сладость славы вашей». Но тоже язык очень близкий к христианскому, поэтому многие считают, что эта книга написана христианами, по крайней мере, первые две главы и последние две. Но, может быть, это некий общий язык, который использовался и христианами, и другими разными группами людей, которые принадлежали к этой ветхозаветной библейской традиции. «Я открыто свидетельствую о Спасителе моем. Веренный дар примите и наслаждайтесь благодаря Того, Кто призвал вас в небесное царство». Вот звучит тоже абсолютно как христианский текст, но можно сказать, что здесь это Отец, тот, кто их спасает, призывает в царство. «Встаньте и стойте, и смотрите, какое число знаменованных на вечере Господней, которые, переселившись от тени века сего, получили от Господа светлые одежды. Прими число Твое сионы, заключи Твоих, одетых в белые одеяния, которые исполнили закон Господень. Число желанных сынов Твоих полно. Проси державу Господа, чтобы осветился народ Твой, призванный от начала». Ну и вот такие довольно расплывчатые формулировки, которые говорят о неких избранниках, которые входят в это царство, их число, оно полное. То есть вот больше нет мест, грубо говоря, есть на таком земном языке. И все очень неконкретно. И дальше еще одно видение, которое тоже будет довольно расплывчатым. «Я, Ездр, видел на горе Сионской сон великий, которого не мог исчислить, и все они песнями прославляли Господа». Сионская гора – это Иерусалим, соответственно. «Посреди них был юноша величественный, превосходящий всех их, возлагал венцы на главу каждого из них, и тем более возвышался. Я поражен был увиденным». «Тогда я спросил ангела, кто сие господин мой?» Он в ответ мне сказал, «Это те, которые сложили смертную одежду, облеклись бессмертно и исповедовали имя Божье. Они теперь венчиваются и принимают победные пальмы». Пальмовый венок или ветвь, лучше сказать, венок, конечно, из пальмы трудно сплести. Это тот же символ победы на спортивных состязаниях. И здесь очень похоже, что это мученики, то есть те, кто меняют свою земную одежду на нетленную вечную, кто переходит в эту вечную жизнь. «Я спросил, а кто сей юноша, который возлагает на них венцы и вручает им пальмы?» Он отвечал мне, «Сам Сын Божий, которого они прославляли веки всем. Я начал славить их мужественно стоявших за имя Господне». Ну вот это очень похоже на то, что написано могло быть христианами. Соответственно, Сын Божий, который увенчивает своих, увенчивает мучеников. И автор, который это все прославляет. «Тогда ангел сказал мне, иди и возвести народу моему, какие видел ты дивные дела Господа Бога». На этом вторая глава заканчивается. И можно понять так, что третья и все последующие главы – это, собственно, есть видение, которое Ездор наблюдал. Но вот проблема в том, что первые две главы есть в латинском переводе отдельно. Это вообще отдельная книга от третьей и так далее. Но вот славянская традиция, включая русскую, их объединяет вместе. И поэтому для нас это с вами все единое. Третья книга Ездора. А с третьей главы начнется другая ее часть. Третья книга Ездора.